Проект выходит при поддержке группы компаний «Новый дом». С Верой в спорт. Добрый день, это программа «Сфера в спорт» у микрофона Вера Власова. Многие из нас представляют себе туристов, как людей с рюкзаками или без таковых, вышедших в лес, разжечь костерок, пожарить шашлычки или более масштабно с палатками. Но это лишь одно из значений. Так вот, о том, что значит понятие «турист» с точки зрения спорта, сегодня мы говорим с председателем Федерации здравительно-спортивного туризма Кировской области Сергеем Герасимовым. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Также с нами Светлана Князева, заместитель директора детско-юношеского центра имени Александра Невского. Здравствуйте, Светлана. Добрый день. Итак, турист. Кто это такой и зачем он, собственно, природе матушки нужен? Природе матушки турист совсем не нужен. Если мы говорим о туристе, это действительно путешествие, как мы его совершенно верно охарактеризовали. Но если мы говорим о туристе-спортсмене, то это прежде всего спортсмен, который, выполняя разряды и звания, проходит определенные дистанции, маршруты и имеет своей целью получить какой-либо разряд или медальку. Вот. То есть как у физкультуры-то, если просто занимаешься чем-то без цели, то у спорта должна быть конкретная цель? Вы совершенно правильно отметили. Получение наград, званий и разрядов. Сегодня, да, отмечу, что мы говорим о двух возрастных группах. Это дети и юноши. За них у нас сегодня отвечает Светлана. И Сергей отвечает уже за более возрастную категорию. То есть старше 18, да, получается, лет? Старше 21. Старше 21 года. Отлично. Давайте поговорим теперь о разрядах. Что такое разряды спортивные? Какие они бывают? На что они делятся? И как можно их получить именно в спортивном туризме? В спортивном туризме, как и во всех других видах спорта, существуют разряды. Юношеские, взрослые, кандидаты мастера спорта, мастера спорта и мастера спорта международного класса. Получить их можно, участвуя в соревнованиях, соревнованиях на дистанциях и на маршрутах. Соответственно, если вы спортсмен и у вас стоит такая цель, соответственно, участвуете в соревнованиях. Если вы просто хотите погулять по лесу, никаких разрядов и званий вам не нужно. И с чистой совестью, с рюкзаком ходите по лесу. Да, потому что, выходя на шашлыки, в лес, на природу, вряд ли кто-то задумывается о том, что из этого можно получить еще и разряд. Вы правы, вряд ли. Как это можно сделать? Какие есть варианты, как подключиться и какие есть требования к спортсменам? Ответ очень простой. Для того, чтобы стать спортсменом, необходимо записаться в спортивную секцию. Или участвовать в спортивных стартах в рамках спортивно-туристской команды. Самое простое, это приехать на областной туристический слет, который у нас будет через две недельки, сформировать свою команду и ознакомиться с видом спорта, с видом деятельности. Это комплексное мероприятие, где у нас фактически формируются все спортивные коллективы в рамках Кировской области. Уже высоковозрастные, то есть 20+. А для того, чтобы заняться детским и юношеским туризмом, условно, этим же спортивным туризмом, но другой возрастной хригории нам, наверное, Светлана Павловна легко расскажет. Давайте все-таки сначала про слеток, который вы уже анонсировали. Через две недели когда, где? На реке Быстрице, около деревни Подборная. Ага, это Исуповская, если не ошибаюсь, установка. Чуть подальше. Чуть подальше. Да, около Стрижей. В деревне Подборная состоится наше 19-е стабильное мероприятие, которое уже много лет проводится по определенной программе. Все у нас представлено в сетях социальных. Все можно почитать. Любой может приехать в рамках своей команды и поучаствовать в данном мероприятии. Дистанции водные, дистанции пешеходные, дистанции на средствах передвижения на велосипедах. Творческие конкурсы, видеоконкурсы, фотоконкурсы. Как здорово. Все у нас там есть. Как здорово. Быстреца. Команда. Сколько должна человек вставлять? От 6 до 25. Ничего себе, 25 человек, это же целая банда. Да, совершенно верно. А водные мероприятия, водные передвижения, это байдарки? Да, байдарки. Дистанция водная состоит из гонки, где участвуют смешанный экипаж, мальчик-девочка, и экипаж из двух мальчиков. На определённое количество ворот за минимальное количество времени. А рекорды какие-то устанавливаются? Нет, конечно, рекорды там не устанавливаются, но первые места занимаются. Здорово. Награды какие есть? Да, награды, как обычно, медальки, грамоты, кубки, дипломы. Замечательно. Всё как положено. Про водные поговорили, сухопутные, пешие, да, ещё какие-то есть испытания вы говорили? Дистанция пешеходная, надо пройти определённое количество этапов. Светлана расскажет. Пройти определённое количество этапов пешком. Сколько? Нет, я хотела бы как-то всё-таки начать с другого. Вы просто сейчас всё Сергей расскажет, и дистанции водные, пешеходные. И самое главное упустим. Да, и самое главное упустим. Давайте сначала я тогда уж, раз мне слово дали, да, то есть чем занимаемся мы в своём детско-юношеском центре? Там у нас четыре направления деятельности. Духовно-нравственная, гражданско-патриотическая, экскурсионная кровеческая. Это центр Александра Невского. Да, и, соответственно, туристское направление. Вот я как раз отвечаю за туристское направление. И мы у себя, конечно, пытаемся растить спортсменов. То есть детки у нас занимаются от 7 лет и до 21 года. Эти же команды, начиная с 16 лет, участвуют в этом же областном свете дорогами истории наравне со взрослыми. И мы с вами немножко упустили тот момент, что у нас, в принципе, если мы говорим про спортивный туризм, то у нас существует два вида деятельности, два направления. Это маршруты и дистанции. Так вот как раз дистанции у нас, на которых мы соревнуемся, и в нашем регионе они популярны. Это водные, пешеходные, лыжные, на средствах передвижения, вело и кони у нас ещё есть. Ой, замечательно. То есть дистанции для того, чтобы разобраться, это из пункта А в пункт Б добраться к кратчайшим маршрутам? Нет, дистанции это то, на чём у нас как раз проводятся соревнования, чемпионаты, кубки, первенства, там, где как раз присваиваются, можно выполнить спортивные разряды. Да, а как это выглядит, объясните, пожалуйста. По-разному. Вот про воду Сергей Васильевич уже рассказал, что это несколько ворот. Да, несколько ворот проходят на байдарках. Соответственно, пешеходная дистанция преодолевается пешком, спортсмен одет в систему, снаряжение на нём, сидит верёвка, карабины, в общем, специальное снаряжение. Ну и да, из точки А в точку Б, например, он должен попасть за минимальное количество времени, и, в общем, при этом, когда он бежит, исполняет какие-то технические приёмы. Вот, потому что, казалось бы, что сложного, просто пройтись, прогуляться по лесочку, там, летом, замечательно весь. Какие технические приёмы он исполняет? Я вам сейчас этапы перечислю, вам о чём-то скажет, да? Давайте попробуем. Параллельные перила, навесные переправы. Навесные переправы у нас бывают крутонаклонные вверх, крутонаклонные вниз. Подъёмы, спуски вертикальные могут быть, могут быть по склону, траверсы склонов. То есть, этапов-то очень много. А как не можно подготовиться? Только с помощью кружков и секций? В общем-то, да. Или самостоятельно? Самостоятельно это вряд ли. Ну, по большому счёту, регламенты, то есть, документы, на основе которых стоят от дистанции, они в сети интернет есть. Видеокурсов достаточно. То есть, самостоятельно тоже можно попробовать. Не обязательно после этого займёшь первое место или второе, или даже третье. Но, по крайней мере, выйти на дистанцию, увидев что-то, посмотрев другие команды, как проходят этапы, то можно хотя бы предпоследнее место или десятое уже можно хотя бы рассчитывать. А снаряжение предоставляется спортсменам или не должны своё принести? На дорогами истории, я думаю, что да, предоставляется. Предоставляется, да. То есть, могут, грубо говоря, шесть и больше человек. Ребята, которые там хорошо общаются вместе, может быть, ходят на шашлыки, на эти же самые, с палатками там в лес, они могут заявиться просто вот так вот взять и заявиться? Могут заявиться, но без специальной подготовки всё равно, как бы, ну, это будет просто участие для них. Ну, ради собственного удовольствия себя проверить потом на будущее. Никаких вопросов, это реально. Всё снаряжение на специальной дистанции, кроме велосипедов, предоставляется. На велосипеде, конечно. Велосипеды не предоставляются, к сожалению. А кони не практикуются на дорогах истории. То есть, на дорогах истории вода, пешеходка, вело. Очень жаль. Идём дальше. Всё-таки к спорту ближе. Давайте тогда со Светланой продолжим общение. У вас в центре что собой представляет понятие туризма? Мы поговорили уже про дистанции. То есть, то, как раз, что включает в себя соревнования, присвоивание разрядов и степеней. И маршруты вы ещё говорили. Что такое маршруты? Маршруты – это те же самые походы, путешествия, но только заявленные через маршрутно-квалификационную комиссию. То есть, это подаются документы, маршрутно-квалификационная комиссия выпускает группу. То есть, ставятся, естественно, какие-то цели, район путешествия выбирается. Когда участники, группа проходит маршрут, закончила проход, она должна написать отчёт. То есть, это обязательно условие, отчёт, который в дальнейшем будет участвовать как раз в чемпионате, например, Кировской области или в чемпионате России, как раз вот по маршрутам. То есть, участвует отчёт? То есть, участвует в маршрутах, да, участвует отчёт, и по итогам участия тоже могут присваиваться разряды. То есть, вот этим как раз маршруты отличаются от просто походов. Если вы в поход пошли просто так, в любое время, в любое место, с кем угодно, то здесь нужна всё-таки какая-то отчётная документация, что вы там были на этом маршруте, и потом ваш маршрут должен пройтись через чемпионат. Там есть какие-то критерии сложности, или как это оценивается, эта работа? Ну, это, наверное, не совсем ко мне вопрос. Да, конечно. Сергей? Любой чемпионат рассматривает походы определённой категории сложности. Например, если мы рассматриваем Кировскую область, здесь мы могли бы рассмотреть походы, маршруты первой, второй, третьей категории сложности. В эти походы могут ходить обычные люди, требуется минимальная подготовка, а вот походы четвёртой, пятой, шестой категории сложности, там уже требуется высококвалификация туристов, спортсменов. И это обычные чемпионаты ПФО или чемпионаты России. Данные походы в высоких категориях сложности представляют собой достаточную опасность для здоровья обыкновенного человека, неподготовленного человека, и поэтому не рекомендуется для посещения вот эти вот маршруты или, допустим, эти же реки или горные перевалы для людей неподготовленных. Но у нас в Кировской области таких нет. Да, слава тебе Господи, у нас таких нет. А может быть и не только единички, и двойку можно сделать в межсезонье. То есть по пешеходному туризму. Сезонье когда распутится, когда ещё улёт на реке. Да, 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 да. То есть единички, двойки максимум. А всё остальное – это уже не наш регион. То есть то, что мы уходим в походы все, это так очень легко. Это не так. Это замечательно. Чудесно и замечательно совершенно верно. Подготовка-то формируется. Вначале подготовка в походах первой, второй категории сложности. Если в них не ходить, соответственно, высоких категорий не видать. Или, видать, ну, соответственно… Ребёнок пошёл первый раз с родителями в поход на пикник, и он уже потом, у него вот эта любовь к природе остаётся. В дальнейшем он уже может поставить себе цель заниматься уже этим, как видом спорта. Так что любой поход, любой пикник – это здорово. Я как человек, выросший в лесах, да, можно так сказать, у нас посёлок был окружён множеством лесов и рек, да, на берегу Сингирёвки, может быть, знаете, такую речку. Конечно, мы постоянно ходили в походы. У нас были дни здоровья, когда мы со школой вместе выходили в лес. Там у нас были всякие там тоже препятствия. Но никогда мысли не возникало о том, что это может быть спортом и прямо делом всей жизни. Вот честное слово, ни разу. Поэтому это очень интересно, что, имея такое желание быть ближе к природе, сделать это своей работой, сделать это постоянным своим делом. Давайте теперь к федерации вернёмся. Ну, понятно, для чего была создана федерация, когда и какие цели у федерации сейчас? Чем вы занимаетесь, Сергей? Федерацию создали мы 19 лет назад, в 2000 году. Цель была развитие спортивно-оздоровительного туризма и спортивного туризма. Просто в тот момент как раз у нас случился провал после распада Советского Союза, и надо было восстановить этот процесс. Ну, в течение 19 лет нам это удалось. То есть сейчас календарный план у нас есть, разряды присваиваются, судей мы учим. Нормативную базу в Кировской области достаточно хорошо уже знают. Поэтому мы считаем, что наши задачи, которые мы ставим, они фактически выполнены на данный момент. Что будет дальше, пока вопрос. Но надеемся на позитивные. То есть задачи были именно возвращение в федерации возможностей спортивного туризма на уровень до 90-х годов? Возвращение спортивного туризма в Кировскую область. То есть если соревнования проводятся вне правил, вне правового поля, игнорируя требования регламентов, игнорируя требования правил, нет подготовки судей, нет системы правильного учета, соответственно, это может быть все, что угодно, только не спорт. И, соответственно, для того федерализм стали, для того, чтобы все это возобновить. То есть на протяжении 90-х годов соревнования все-таки проводились? Соревнования проводились. Допустим, если слет в 98-м году проводился без всяких правил, то есть полностью правила спортивного туризма были проигнорированы, ну там и называлось немножко по-другому все, то, соответственно, наша задача была внести правовое соревнование в правовое поле вида спорта. Мы этого добились. Да, говорили о календаре мероприятий, что он из себя представляет? Календарь мероприятий у нас в Федерации туризма более 30 мероприятий в год. Там и спортивно направленная, спортивно-оздоровительная, экологическая, экспедиционная, даже подготовка кадров для пребывания в природной среде у нас там запланирована. То есть если мы рассматриваем спортивные составляющие, то, наверное, Светлана Павловна здесь лучше, наверное, расскажет и про чемпионаты, и про пельминство, и про кубки, и по видам. Да, Светлана, расскажите, пожалуйста, о мероприятии, которые проводятся сейчас. Вот в июне сейчас что будет, на что можно посмотреть? Может быть, это можно будет сейчас? В июне, к сожалению, только слёт дорогами истории, но в рамках слёта дорогами истории будет проходить чемпионат Кировской области по спортивному туризму на средствах передвижения вело. Будет ставиться дистанция третьего класса. То есть мы с вами уже говорили, что так же, как и на маршрутах, у нас есть... Мы об этом говорили даже эфиром? Нет, говорили про то, что есть категории сложностей первая, вторая, третья, четвёртая, пятая и так далее. То есть точно так же классифицируются все соревнования. То есть первое, второе, это доступно практически для всех, а начиная с третьего класса дистанции, это уже спортсмены должны быть разрядники, хотя бы с третьим взрослым разрядом. То есть вот в рамках слёта дорогами истории будет как раз ставиться чемпионат, ну, в смысле, проходить чемпионат вело. А разряд по велоспорту возможен здесь? Не велоспорт. Если есть. Нет, нет. Разряды у нас идут только по виду спорта, спортивный туризм. То есть те, кто вело или слаломники, ещё у нас есть водники, то есть это совершенно другие виды спорта. И эти разряды здесь не котируются, к сожалению. Да, и вы приглашаете на это зрелище полюбоваться всех желающих. Да, а поучаствовать на первом-втором классе дистанции могут все, если со своим велосипедом. Все, как и возрастные ограничения вообще по дорогам истории. С 16 на дорогами истории. Если мы заявляемся на чемпионат и заявлен только третий класс, тогда мы рассматриваем с 14 лет. Ну, а зрители, наверное, могут быть все желающие, да? Да, места хватит все. Лес большой. Да, с палатками можно приезжать? Нужно. Нужно. Ещё раз про дистанцию велосипедную расскажите, в чём она заключается, в чём сложность. Вы знаете, я больше водник, пешеходник, лыжник. Про велодистанцию я минимум какой-то могу вам рассказать. Давайте минимум. То есть там велотриал, я вот боюсь ещё наврать, велотриал и фигурка включается. Фигурка – это всё, что у нас, как говорится, на земле расположено, например, какие-то вешечки, фишечки не сбить, какие-то восьмёрки проехать. А велотриал – это уже как бы в плоскости. То есть там не только велосипедом не сбить, плечом не задеть, что-то перевесить. В общем, рассказывать сложно, это надо смотреть. Есть ли какие-то показательные выступления помимо дорог истории? То есть дальше, может быть, кто-то не сможет попасть. В июле давайте ещё поначалу. В июле, видите, как-то всё-таки более печально с этим. Там уже люди уходят в походы и на маршруты. Июль, август. А начиная с сентября у нас в основном все первенства, чемпионаты, они проводятся как для взрослых, так и для детей. И вот мы начинаем работать с сентября месяца, наш центр. И в рамках, в календаре мероприятий центра, в общем-то, много очень вот этих чемпионатов и первенств, которые входят в календарь как раз федерации. Вот в эти 34 старта, о которых Сергей Васильевич говорил, все они туда входят. В сентябре у нас фестивали начинаются, первенство по пешеходному туризму. Дальше идет первенство у нас по спелео-туризму, это пещеры, зимой лыжи. Есть у нас пешеходка в залах, так называемый залинг. То есть это ответвление такое, скажем, пешеходного туризма. Ну, ставятся дистанции в залах определенные. Пожалуйста, приходите. У нас в залах будет в апреле месяце. Подождите, давайте подробнее, как можно соревноваться по туризму в зале, причем по пешеходному? Ну, очень многие задают этот вопрос, как можно. По большому счету здесь оттачивается техника. Оттачивается техника, то есть там на скорости, вот как раз все подъемы, спуски вертикальные, навесные переправы. То есть чем быстрее ты пристегнешься, отстегнешься, наведешь что-то, то есть тем лучше твой результат. То есть это, на мой взгляд, это оттачивание техники. Ну, а сейчас летом идет практические применения, практика непосредственно в лесах, в полях, в лесах и на реках. Те отчеты, о которых вы говорили, которые предоставляют команды после своих путешествий, они есть в свободном доступе с ними? Можно как-то познакомиться, почитать? С чем люди сталкиваются вообще на дистанциях? На маршрутах. На маршрутах, прошу прощения. Да, конечно. Все отчеты находятся в свободном доступе, есть в интернете, в сети соответствующие банки отчетов. И любой маршрут, который совершается вновь по какой-либо территории, прежде в рамках разработки, опирается как раз на те самые маршруты. Отчеты, на те самые отчеты по маршрутам, которые кто-то для тебя совершил. Например, в этом году мы в августе пойдем на реку Кожу в Архангельской области, река третьей категории сложности, содержит руковальные протяженные препятствия. Байдарки? Рафты, катамараны, кайки. И, соответственно, я опираюсь на те отчеты тех людей, которые сходили до меня. И когда я служу в этот поход, я напишу свой отчет, и, соответственно, другие группы, которые пойдут после меня, будут опираться на мой отчет. Соответственно, вот такая технология у нас существует в рамках прохождения маршрутов. И она была сформирована еще в 60-е, 70-е годы, и она продолжает свое действенное хождение в этой среде нашей. Еще немного про отчеты все-таки хочется узнать. Что они себе представляют? Какие препятствия обходились? Чем столкнулись? Где стоянки? Существует в регламентах форма определенная, и все, что вы перечислили, действительно там есть. Кроме того, там состав группы, как на маршрут вы добирались, сколько денег это стоило, что вы в походе ели, какие препятствия вы проходили, как вы эти препятствия проходили, описание прохождения препятствий для разных судов, как страховку организовали, как фотографировали, какую рыбу ели, и ели ли вы ее, какие опасности у вас были. Как клевала. Ну, как клевала тоже пишут, и да, вместо стоянок пишут, и вместо рыбалок пишут. Обязательно указывают, есть наличие дров, какая погода была, много ли было комаров, есть какие-нибудь другие гады. Ничего себе. То есть в отчетах пишется, практически описывается все ваше путешествие, но с уклоном к такую спортивную составляющую, что дает возможность и спортсменам дальше идти в рамках маршрутов эти путешествия. То есть учитывая, да, вот я слышала, что есть такой ресурс, но он, конечно, не именно туристический, мы об СМИ, и там многие туристы буквально отмечают и места своих стоянок, где там есть какое-нибудь укрытие, избушечка, да, допустим, по этой же великой реке я вам рассказывала, когда шло путешествие одной команды. Там, конечно, по берегам очень много всяких домов, столиков, скамеечек, где можно хотя бы как-то уже устроиться на ночлег. Да, и вот это все там отмечается. То есть можно и такие ресурсы тоже использовать, да? Ну, практически можно, теоретически можно, практически их не используют туристы, которые ходят на маршруты. Спортсмены. Спортсмены, потому что они могут позволить себе ходить автономно. Они не зависят ни от каких стоянок, навесов, поэтому нет необходимости смотреть, где есть навес, когда у тебя есть палатка и тен, который ты можешь легко и быстро поставить. Да, слышала о том, что ребята тут знакомые тоже выходили без еды совершенно, то есть взяли с собой какую-то маленькую горсточку макарон и посмотреть, сколько они продержатся и смогут ли они раздобыть себе еду. Слава богу, летом ходили. Но вроде как благополучно куда-то дошли, даже вернулись. И все живые, все здоровые. Есть ли какие-то, не знаю, памятка, ограничения для тех, кто ходит в походы? С точки зрения государства, ограничения для разных возрастных групп присутствуют только в системе детско-юношского туризма. Там существуют санитарные нормы и правила, которые достаточно сложно в настоящий момент выполнять. Так, Светлана, поясните, пожалуйста, что за нормы и правила, которые сложно выполнять. То есть их нам поставили. Ну, во-первых, пожароопасные периоды, это понятно, это для всех. А во-вторых, группы могут просто не выпустить из-за того, что вы будете нарушать санпины. То есть по факту у нас ни одну группу детско-юношескую выпустить в поход, наверное, вот так вот, если придираясь к каждой закорючке, к каждой бумажке нельзя. Мы сейчас даже не проводим турслеты, летние турслеты в мае месяце для детей, потому что нам просто запретили. Во-первых, клещи, во-вторых, я говорю, вот нарушение санпинов, нужна вода. Чистая, подвозная там. Подвозная? Конечно, конечно. Так это же санаторий получается даже. Да, вот поэтому как бы очень много таких ограничений. Ну, конечно, все равно ходим. А как же тогда ставят эти ограничения, если их просто нереально выполнять? Ну, ситуация немножко меняется в позитивную сторону. То есть, когда у нас пять лет назад господин Бабич, полномочный представитель президента, организовал ту риаду, у нас были круглые столы организованы. И в рамках этих круглых столов мы как раз Бабичу подавали свои предложения по изменению санпинов. Они были изменены в позитивную сторону. Но вот уже два года после изменения санпинов, после случая в Карелии, они снова были ужесточены. И сейчас мы опять возвращаемся к тому, что надо их немножко менять. И мы делаем все необходимое с нашей стороны, чтобы требования санпинов немножко поменять. То есть, работа ведется, и можно рассчитывать... Работа ведется, системно и плановая, да. Ну, потому что подвоз воды, мне кажется, это уже все. Там не только подвоз воды, допустим. На этих же стоянках должны быть мусорные баки. У вас должен быть заключен договор на подвоз мусорных баков, у вас мусорных баков. Там должно быть электричество в ночное время. Да. Трясающе. Нет, точно санаторий. Детский здравительный лагерь. Ребенок не может до 18 лет носить рюкзак более 6 килограмм. А представьте, мальчик, до 18 лет он носит 6 килограмм, после 18 пошел в армию. Первоклассники больше в школу уносят. 24 на год, ну как так можно? Но, тем не менее, это в Сен-Пино все было. Очень интересно. Нужно бороться, конечно, чтобы такое... Нет, не бороться. Зачем бороться? Пытаться изменять. Мягко. Мягко, мягко. Мягко. Вот еще какой вопрос хочу очень затронуть. Это популяризация спортивного духа в организациях, в компаниях по всей России. Мне кажется, по всему миру сейчас такое идет, что корпоративный дух скрепляется и устанавливается за счет каких-то совместных, спортивных, в том числе туристских мероприятий. Вы с этим сталкиваетесь в своей работе? Есть у вас какие-то организации, которые просили бы о помощи, организовать им какой-то выход совместный, командный? Было ли у вас что-то такое или подобное? Да, регулярно такие поступают предложения. Наиболее массовым мероприятием у нас является ежегодный сплав компании «Трансгаз». Со всей всего Приложского региона приезжают специалисты и проводят такое массовое интересное мероприятие на протяжении четырех дней в Уржумском районе Кировской области. То есть одновременно у нас 90 человек выходит на сплав. Там соревнования по ориентированию, творческие конкурсы участвуют. Но наша задача делать так, чтобы этот сплав был безопасным, и мы свою задачу выполняем. То есть вы организуете именно безопасность. А то, что касается, скажем так, досуга, приятной части этого всего путешествия, это не ваше? Это не наше составляющее. Но вот в рамках города Кирова и Кировской области для нас оптимальным является не формирование вот такого корпоративного духа компании, а сделать так, наши задачи мы видим так. Чтобы научились правильно ходить. Чтобы сами научились правильно ходить. И опять же, вот областность, вот мы к нему возвращаемся. Туда приезжают команды предприятий, которые учатся правильно проводить мероприятия, а после этого они уже на своем предприятии проводят подобные же мероприятия, но уже опять для своих работников. Замечательно. То есть обеспечение безопасности есть, оно ведется в федерации, и это более чем хорошо на мой взгляд. Это главенствующая задача в рамках любого путешествия в природной среде. Да, и сюда же попадает эта же категория любителей, походники, о которых мы уже за эфиром с вами начали говорить. Например, знакомый вот мне Короли Лето, ребята, которые ведут свой YouTube-канал, молодой, но очень такой активный YouTube-канал. Вы с ними знакомы, да, наверное, тоже как-то взаимодействуете, да? Да, мы познакомились в рамках вручения премии по экологии в Кировской области. Премия «Чисто». Любое путешествие позитивно следует оценивать, но чем дальше люди начинают ходить, тем больше дебри они забредают. И я всегда говорю... Чем больше задачи себе ставят, да? Тем больше задачи себе ставят. А подготовки, я могу, конечно, ошибаться, но, скорее всего, чаще всего не хватает. Потому что человек, который бессистемно занимается путешествиями, соответственно, он нигде не учился, к сожалению. И в какой-то момент, может быть, возможно, не обязательно. Да, может быть, случится та ситуация, с которой человек может не справиться. Потому что природная среда – это не город. Там ураган прошел, деревья упали, палатку шумала. Даже зверюшка какая-нибудь прибежала, и ты уже... Продукты утонули или промокли, и вот тебе чрезвычайная ситуация. Зверюшки обычно к нам не ходят в Кировской области никак. Это не Камчатка и не Кольский по мосту. Но вот та самая антропогенная среда, к которой мы привыкли, она комфортная для нас. Вот город комфортен. А природная среда, она для нас для большинства некомфортна. И поэтому к ней надо все-таки быть готовым как-то... Пребывание к ней надо готовиться. Как быть вот этим вот компаниям самодеятельным, самоорганизованным, которые хотят путешествовать, которые хотят ходить в походы, там, передвигаться с помощью велосипеда на какие-то дальние дистанции? Куда обращаться, откуда черпать знания? Если в области до 21 года, то, конечно же... Через центр имени... Да, к Светлане. Если больше 21 года, то, конечно, Федерацию туризма. Мы все расскажем, все покажем, соответственно, сформировываем определенный посыл и дадим систему взаимодействия и с природной средой, и, соответственно, с какими-то нормативными документами, и даже с системами правил и положений, которые фактически надо соблюдать. Если мы говорим о организованных детских коллективах, как раз которых мы сейчас направили к Светлане в центр, это имеется в виду, и вы говорили, их выход по СанПинам без сопровождения взрослых? Или с сопровождения взрослых? Конечно, со взрослыми. То есть на каждую группу детскую должно быть минимум два руководителя. А группа – это до скольких человек? Ну, комфортная группа, если мы идем пешком или просто путешествуем, это человек 12. Это комфортно. Если идет класс, 20 человек, ну, просто это уже больше таких каких-то моментов. Кто-то растянулся, кто-то отстал, кто-то еще чего-то. То есть здесь уже надо взрослых-то побольше. То есть мы всегда в своей деятельности думаем, что на 6 человек нужен один руководитель. Тогда, по крайней мере, можно приглядеть и посмотреть. То есть, естественно, что к нам обращаются школы. Школы обращаются организовать нас, например, в летний период или в весенний-летний период какие-то выходы для классов. Иногда получается, иногда нет, потому что нагрузка в мае месяце, в июне у нас колоссальная и на детей, и на педагогов. То есть это очень много соревнований. Мы с конца апреля практически не в городе даже. То есть выездные соревнования, потом соревнования городские организуются. Нет, выездные соревнования для спортсменов. Так что это тяжело. Так-то, конечно, все к нам. Мы поможем. Может быть, советом, если сами не сводим. То есть обращаться можно к вам. Ну, наверняка, мне кажется, что с течением времени все больше и больше людей возвращаются, что называется, к природе. Все больше и больше тянет людей в лес. Это так? То есть вы по вашему опыту по работе с детьми, со взрослыми чувствуете, что возвращение обратно к природе, как в советские времена было принято? Есть такое? Ну, я не знаю насчет природы. Вот мы бегаем, работаем в парке имени Гагарина. И как вот у нас микрорайон такой молодой здесь получается. Молодые папы и мамы ходят, дети занимаются. Вот им это интересно. Они говорят, что это такое? Мы говорим, спортивный туризм. Так что интерес есть. Конечно. А у взрослых? У взрослых тоже. Раз взрослые спрашивают для своих людей, значит, у них тоже просыпается какой-то интерес. И, кстати, можно обращаться не только к нам в Дюценевске. У нас занимаются этим три организации, в принципе, в городе детский. Это областной центр детско-юношеского туризма, мы и Новоавиатская станция туристов, которая работает в рамках «Радуги» в Новоавиатском районе. Да, ну что, призываем. Кстати, вот еще обратила внимание на то, что по СанПинам, как Сергей отмечал, необходимо, чтобы на стоянках якобы стояли баки мусорные, куда можно было бы продукты жизнедеятельности человека, да, отправиться. И потом кто-то, видишь, за ними еще должен приезжать, собирать. Так вот, на самом деле, тоже путешествие по реке меня поразило, сколько мусора и в реке, и на стоянках остается. Вот мы, конечно, там что могли, пособирали в те пакеты, которые у нас были, но это просто, на самом деле, какой-то страх. Сколько люди после себя оставляют мусора, это просто невозможно и невыносимо. Так что призываю всех, кто отправляется так или иначе в лес, они мало того, что не оставлять, да, где-то в какой-то стране, я не помню, есть даже закон, что приходя в лес, ты должен по объему вынести как минимум столько же, то есть то, что ты съешь, еще что-нибудь там мусора найти и вынести. Не помню, не помню, то ли в Норвегии, то ли где-то нет, зачем закон, если ты приходишь и просто учишь детей этому же самому, да, то есть за того, но быть чисто, а соответственно дети потом учат своих детей, когда вырастут. Но это еще нужно дождаться. Это личный пример просто, просто личный пример и все. Ну что, на этом, наверное, мы сегодня программу закончим, хочется в следующий раз еще на конкретику вас и вызвать конкретно, как проходить препятствия, как ходить в походы, потому что, мне кажется, эта тема очень интересная, надеюсь, что лето нас все-таки порадует когда-нибудь уже, да, а я благодарю наших гостей. Это Светлана Князева, заместили директора детско-юношеского центра имени Александра Невского и председатель Федерации здравительно-спортивного туризма Кировской области Сергей Герасимов. Спасибо вам большое, дорогие гости, желаю вам тоже хорошей погоды, благодарных учеников, да, и хорошего проведения мероприятий, о котором мы говорили с лета. Да, всего доброго, до свидания. До свидания. И вам все. С верой в спорт. Деньги, мода, увлечение. Все это проходит. Остается статус. Статус в вашей жизни. То, что вы давно искали. Простор планировок, подземный паркинг и закрытая территория в самом сердце города. Жилой комплекс «Золотой ключ». Квартиры премиум-класса для тех, кто ищет лучшее. 44-0101. Проектная декларация на сайте новыйдом43.рф. Застройщик ООО «Трансхолдинг».